итак мы на прошлом уроке с вами разговаривали о том какие события ожидают церковь последнее время и мы остановились на в периоде великой скорби после того как церковь будет восхищенной земли человечество ожидают дни больших гонений катаклизмов судов божьих интересно что период великой скорби в этот период господь позволит человечеству грешному человечеству которая всегда стремилась уйти от бога всегда стремилась как-то жить по-своему всегда показывание послушания богу и в этот период бог позволит иметь этим путем до конца и он покажет им что значит жить в том мире в котором властвует дьявол и антихрист что значит жить без удерживающего без церкви без божьего сдерживающего влияния этого зла и люди увидят сами это будут большие гонения муч и мучительные скорби и страдания для всех людей мы помним с вами о том что церковь божья она будет восхищена на облаках встреча с господом будет на облаках и как я уже говорил прошлый раз мы не знаем тут мы точно мы не можем утверждать будет ли это прямо перед великой скорби или немного может быть застанет какую-то часть великой скорби но однозначно что полностью во все дни великой скорби церковь не будет господь сохранит избранных своих сохранит от годины великой от годины искушения которые будут по всей земле об этом написано в книге откровения мы читали об этом когда дни великой скорби подойдет подойдут концу тогда иисус христос придет на землю в славе со своими святыми и вперед великой скорби сменит новый радостный период тысячелетнего царства когда сам господь будет на земле и здесь ситуация полностью в корне поменяется и наоборот теперь уже именно господь будет править лично всеми народами а зло дьявол сатана который искушал совращал людей он будет скован давайте более подробно книги захария 14 глава 14 стих мы читаем следующее и станут ноги его в тот день на горе илеонской которая пред лицом иерусалима к востоку именно это стих говорит о том что иисус христос физически придет на землю если вперед восхищения церкви встреча была на воздухе на облаках и церковь всегда был соединился с иисусом христом там на воздухе на облаках то здесь иисус христос уже физически приходит на землю и так что ноги его станут на горе илеонской перед иерусалимом когда он придет на землю он не придет один он придет со своими ангелами а также с церковью потому что встреча соединения церкви с женихом с иисусом христом состоялась на облаках раньше во моем восхищении из того периода уже не разлучаются не разделяются и когда приходит христос уже лично на землю чтобы править тысячелетним царством он приходит вместе с церковью и об этом говорит целый ряд стихов но наиболее четко 1 фессалоникийцам 3 глава 13 стих говорится о том что он придет со святыми своими кто эти святые как не церковь также когда одни годы великой скорби приблизиться к завершению прямо перед самым тысячелетним царством случится так что злые духи исходящие от антихриста дракона звери лже пророка пронесутся по всей земле и соберут большую коалицию армии государств на войну с израилем если вы заметили сейчас во всем мире особо ненавидят евреев и государство израиль многими странами не при не принимается особенно это касается арабских стран очень многие страны европы они также враждебно непризненно относятся к израилю и совсем мало стран которые поддерживают израиль для многих израиль неудобен и тот ближневосточный конфликт который длится сейчас на ближнем востоке между арабами и евреями между евреями палестинцами он в этом и он не имеет никакого разрешения люди не знают как его решить и тогда концу великой скорби этот конфликт достигнет своего апогея то есть высшей точки когда соберется большая коллекция чтобы наконец проучить израиль они соберутся и тогда казалось бы что они уже будут уверены в своей победе вот-вот они сотрут израиль и иерусалим с лица земли и вновь тот последний момент христос сойдет с неба вместе со своими ангелами с воинством своим с церковью своею и сам христос поразит их написано что они будут убиты мечом исходящим из уст христовых что такое слово слово достаточно богу сказать слово свое время достаточно было слово чтобы создалась все земля все вселенные словом господь все образовал и словом боже бог может и наказать и поэтому это первая битва она состоится при армагеддоне еще называют армагеддонская битва и тогда эти противники будут убиты мечом исходящим из уст христовых так об этом говорит писание и после этого начинается тысячелетнее царство каковы главные характерные признаки черты хара тысячелетнего царства во-первых исходя из самого названия как вы уже заметили она будет длиться тысячу лет десять веков тысячу натуральных естественных физических лет много это или мало казалось бы много потому что наша жизнь очень короткая да но для счастья всегда хочется чтобы она длилась больше господь так положил так так господь предназначил что это будут царствовать тысячу лет здесь на земле и какова роль христа он лично будет присутствовать здесь на земле и сидеть на престоле отца своего давида израиле помните когда иисус христос пришел первый раз на землю он родился в холиву он жил простой жизнью и во многом причина почему он не был принят тем что он не проявлял политических амбиций именно стать царем помните даже люди ходили за ними хотели его короновать и сделать его своим царем он сказал это желательно потому что вы ели и хлеб и насытились он уклонил он говорит царство моего моего не от мира сего потому что тогда не было времени чтобы физически устанавливать царство да об этом говорили пророки но время еще не пришло и это будет его втором приходе его когда господь придет и уже в тысячелетнем царстве он именно будет физически физически руководить и править всей землей и это будет вместе с церковью также интересно два момента характеризует его царство во первых это всеобщий мир и во вторых всеобщая правда мир начиная с конфликта каина и авеля с первое убийство на земле непрерывно шли войны и конфликты войны и конфликты между усобицей лилась кровь постоянно между государствами и чем больше чем дальше тем но все нарастает нарастает и нарастает прошлый век двадцатый и сейчас постоянно в любое время дня и ночи сейчас по всем на планете земля происходит одновременно несколько вооруженных конфликтов тогда это будет прекращено будет мир и люди будут наслаждаться этим миром так что они не будут учиться воевать перестанут воевать так что оружие которое есть они передану станет ненужным перестанут им пользоваться и на написано что и перекуют мечи на орала мечи это средства войны орала это средства для чтобы вспахивать землю чтобы обрабатывать землю чтобы растить хлеб то есть те ресурсы финансы мощности которые идут сейчас на создание вооружений они будут направлены на мирные цели это прекрасно также будет всеобщая правда то есть справедливость сейчас очень трудно найти хотя бы один суд на земле который бы был полностью справедливым или хотя бы одного судью человека который всегда полностью справедливо вел влияние есть и человек поддается влиянием также человек может часто быть лично не объективен справедливости в людях все меньше-менее нету справедливости между людьми между государствами более сильные государства подавляют слабые так же нету более богатые люди они подавляют более бедных и это правится в разных признаках Тогда это будет всеобщая правда, справедливость, потому что сам Господь ее будет обеспечивать. Интересно положение церкви, что тогда она будет царствовать здесь, на земле, со Христом. И на чем мы основываемся? Это книга Откровения, 5 глава, 9-10 стихи. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Есть речь идет о церкви, которая взята со всех народов, из всех племен, колен и языков. Это люди, которых искупил сам Господь, и Он их сделал царями и священниками, и они вместе с Ним будут царствовать здесь, на земле. Но царство на земле не ограничивается только землей, только эти тысячи лет, когда закончится земная история. Начнется и вечность, новое небо, новая земля. И там церковь также будет продолжать царствовать, потому что она жена Агнца. Высокое место, которое Господь дал. Свети и Лирговые, основываясь на этом стихе, они говорят, что церковь только и будет на земле. Никакого рая нету, никакого ада нету, будет преображена небо-земля, и тысяча лет это условно, это будет всегда. И будет только на земле. Понимаете, это извращение, это ересь, отклонение от истины. И, как мы уже с вами говорили, церковь это не только 144 тысячи, то были люди, которые взяты и с израильского народа по 12 тысячи с каждого колен, которые были запечатлены и сохранены в одни великой скорби. А церковь, она существует со дня Иисуса Христа поныне. Поныне, это люди, которые искуплены кровью Христа и получившие возрождение. И они будут продолжать с Иисусом Христом царствовать во веки и веков и вечности. Также положение Израиля очень интересно. Написано, что все евреи соберутся на свою землю. Когда Иисус Христос был восхищен от земли, закончил свое земное служение, тогда то, что Он предсказал, сбылось. Иерусалим был разрушен. И израильский народ, он оказался в рассеянии. И с того времени и поныне Иудеи есть практически во всех государствах мира. Почему? Потому что они лишились родной земли. И государство Израиль было возвращено им только уже после Второй мировой войны. Если не ошибаюсь, это 1947 год. До этого они не имели даже своей земли, своего государства. Сейчас этот процесс уже потихоньку начался, но он неспешный. И не все спешат возвращаться, потому что там продолжается близне-восточный конфликт. Там небезопасно. И там экономическая ситуация очень тяжелая. И сейчас быть в развитых западных странах, в Европе, Америке, в других странах, им намного выгоднее и легче, чем возвращаться в Израиль. Но тогда все они соберутся назад на свое место. Также Израиль совершит покаяние и обратиться. Это важнейший момент. Потому что сейчас они не признают Иисуса Христа за своего Мессию. То есть они признают, что был такой человек, как Иисус, Иешуа. Но они не признают, что он был Христос, то есть Мессия. Не признают, что он был Машиах. Понимаете? Они называют, они считают, что это был лже-человек. А настоящий Мессия еще придет. Так они и верят. И так они учат. И поэтому они не признают Евангелие. Не признают Иисуса, не признают кровь Иисуса Христа на кресте. Не признают. Их как бы покрывало лежит на них, говорит апостол Павел. Они не верят в это. И как говорят многие богословия, они дождутся. Они дождутся того, что Антихрист, когда придет, он будет выдавать себя за Мессию. Первое время он обольстит их, и они подумают, вот он настоящий Мессия, которого мы ждали. И они поклонятся этому Антихристу, принявши его за Мессию. Но когда в Одни Великой Скорби он этот же, кому они поклонятся, обратится против них и начнет их преследовать, тогда глаза их откроются, как они ошиблись. И когда реальный Христос во славе придет, и ноги восстанут на галле Елеонской, тогда они увидят его, написано, и восплачут, и зарыдают, и воззрят на того, которого пронзили. И они поймут и будут рыдать от того, как они ошибались, глубоко же, столько ошибались, тысячи лет. И их отцы и прадеды ошибались, что столько времени они отвергали его. Оказывается, все было правда, все было истинно. И тогда, когда придется учить инстарство, они покаются в этом, они признают Иисуса Христа за Мессию и обратятся к Нему. И тогда у них будет это возрождение, где потом написано в Ереме 31 глава, Висайя 66 глава, что дам им новое сердце, возьму каменное, дам им плотяное, так что они будут уже любить. Это говорится об этом периоде времени. Потому что Бог очень любит Израиля. Да, у Бога есть церковь, но также его особый узор связывается с Израилем. То, что он еще обещал Аврааму, Исааку, Иакову, он любит этот народ, и он также о нем заботится. Также интересно, что Израилю принадлежит евангелизировать язычников в то время, потому что они будут Божьим народом, и на них будут смотреть, как на Божий народ, и они будут уже главными евангелистами тогда. Церковь сейчас евангелизирует народ. Тогда церковь с Иисусом Христом будет царствовать, и Израиль продолжит эту эстафету. Интересно положение народов. Кроме Израиля будут еще и другие народы, которые также перейдут туда, в защиту царства. Земля не будет пустынной. Будут и другие национальности, и другие расы. Но эти народы, они будут направляться в Иерусалим для поклонения, для поклонения. Израиль будет центром мировой политической системы, тогда в защитном царстве. И они должны будут поклоняться Богу Израилю. И написано, что тот народ, который не будет приходить на поклонение, он и не получит, не будет иметь дождя в то время. Также положение сатаны. В начале Тысячного Царства, когда будет битва Армагеддон, и сам Господь Иисус Христос убьет это воинство людей, истребит, которое пришло, чтобы захватить Иерусалим и погубить Израиль, Господь их уничтожит. Но сам дьявол, сам дьявол будет скован на тысячу лет. И поэтому это сильно поменяет отношение людей к Богу, потому что не будет того, который все время искушает людей, подталкивает к греху. Сейчас он работает над каждым человеком, чтобы совратить каждого человека и также народы. Тогда это влияние будет устранено. Он не будет больше обращать народы, как делал это прежде. Так же изменится положение природы. Грех человека косвенно или прямо влияет на окружающий мир. Это так же то, что люди делают. Это видно в природе. И Павел говорит в послании к Кривиуму, что вся природа стянает и мучается, ожидая освобождения. Тогда природа изменится. Экология восстановится. Потому что предыдущий период цивилизации человечества, как сейчас, люди губят природу. Но в одни великой скорби экологический кризис достигнет наивысшей точки. Потому что вспомните, что говорится, что будет. Вот сильнейшее извержение вулканов, падение метеоритов. Треть воды, треть вод мирового океана станет непригодным для жизни. И все там погибнет. Треть вод в источниках также погибнет. Саранча, голод, болезни ужасные. Все это будет разрушать. И во время тысячелетнего царства Господь все это восстановит. Но зло будет полностью убрано. Так что даже хищные животные перестанут быть такими. И они не будут уже одно животное поедать другое. Человеческая жизнь значительно удлинится. Удлинится. Есть интересное место, которое записано в книге Исаии, 65 глава, 20 стих. Там не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею. Но столетний грешник будет проклинаем. Интересное место. Сейчас из-за болезней, из-за несчастных случаев, даже многие дети, они погибают в детском возрасте. Многие уже рождаются с болезнями. И они так и умирают рано, так и никогда не повзрослев. Люди умирают в среднем возрасте. Тогда же написано, больше не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. То есть, который не прожил бы всю жизнь, полные годы. Что интересно, здоровье у людей будет другим. Потому что столетний будет умирать юношей. То есть, что-то это говорит также о процессе старения, который есть у каждого из нас, механизм старения. Мы ученые нашли, что в мозге нашли такой большой центр, который буквально отвечает за процесс старения. И человек, он родившись, начинает уже потихонечку стареть. И чем дальше, тем больше появятся морщины, болезни и прочее. Тогда этот процесс будет замедлен. Но смерть все равно будет, люди все равно будут умирать. Но грешник, грешника будет видно, и грешник будет проклинаем. Очень интересно, как об этом говорит Писание. Также общее состояние. В это время будет время большим периодом радости и счастья. Многие получат физическое исцеление. Это будет время большого материального преуспевания и безопасности. То есть, экономика будет процветать. Не будет кризиса, не будет депрессии, не будет инфляции, не будет дефляции. Экономика будет процветать. Все будет прекрасно работать. Потому что сейчас, в большинстве своих, многие экономисты говорят, что все кризисы экономические, они обусловлены именно жадностью людей. Жадностью. И это влияет. Тогда будет время правды и справедливости. И сам Господь будет благословлять то, что будет происходить на земле. Но что будет потом? Рано или поздно все хорошее заканчивается. И закончится и тысячелетнее царство. Будет 1999 год и будет последний тысячный год. И с последним тысячным годом, то человечество, которое уже привыкло на многие-многие сотни лет жить прекрасно, уже забудет, что такое, когда-то будут в учебниках истории читать, что когда-то были войны, была великая скорбь. Люди к хорошему быстро привыкают. И возможно, мне так кажется, они перестанут ценить то, что имеют. И Библия говорит, что на короткое, на малое время сатана будет отпущен опять. И за это время он обойдет все народы и опять возмутит их против Израиля. Сколько можно ходить в Иерусалим и поклоняться? Сколько может этот небольшой народ занимать лидирующее положение? Почему они выше? И почему они строят всю погоду на земле? Хватит, нужно перераспределить баланс сил. То есть опять соберется большая коалиция государств, армий на войну с Израилем. И эта вторая большая битва будет называться, она называется битва Гога и Магога. Как вы заметили, тысячелетнее царство, оно начинается с битвы. Потому что, извините, Великая скорбь заканчивается Армагеддонской битвой. Потом идет тысячелетнее царство и потом опять битва. Битва в начале, битва в конце тысячелетнее царство. Битва в начале – это Армагеддон, битва в конце – это битва Гога и Магога. Что это такое Гог и Магог? Два народа, которые будут находиться на север от Израиля. Неизвестно где, неизвестно как. Что мы сейчас не хотим даже и предполагать, потому что политическая ситуация и население будет совершенно другим в то время. Но это народы, которые будут на север от Израиля. И они будут как бы вести эту коалицию. С ними будет также много других народов присоединяться. И они пойдут, чтобы опять погубить Иерусалим и Израиль. И опять же, только сам Господь сможет спасти. Только потому что силы будут неравные. И если пойти, в первый раз, первая битва Армагеддона, она закончилась тем, что Господь истребил войство мечом у своих. Второй раз, это воинство будет повержено огнем. Огонь с неба низвернется и погубит эти армии. Интересно, разница как первая будет и как вторая битва закончится. И именно в этот момент Садана будет осужден и отправлен в свое окончательное место наказания, в озеро Огненное. Затем последует последний суд, суд перед Великим Белым Престолом. Для этого суда воскреснут все неверующие. Для этого суда. А когда воскреснут все верующие, они воскреснут намного раньше, еще до тысячелетнего царства. Когда Иисус Христос придет, чтобы забрать церковь свою, тогда умершие воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся. Поэтому воскресение верующих, это называется воскресение первое, когда воскресают верующие для того, чтобы встретиться с Господом. А здесь уже на суде Великого Белого Престола воскреснут только неверующие. Верующие уже будут воскрешены в то время с Господом. А неверующие воскреснут для того, чтобы предстать перед судом. И каждый будет справедливо судим потом, как он жил, по своим делам. И, казалось бы, зачем этот суд, если все равно не все пойдут в озеро Огненное? Но есть целый ряд мест, священных писаний, которые говорят, что наказание будет не одинаковым. Не одинаковым. Да, пойдут в озеро Огненное, но тот человек, который больше делал зла, сознательного зла, он будет мучен больше. Он будет наказан больше. Это просто отдельная тема. И поэтому вместо священного писания блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Итак, те, которые с Господом, они воскресают в воскресении первом, для того, чтобы соединиться с ним. В воскресении втором, это воскресают неверующие, чтобы быть осуждены и отправлены в озеро Огненное. Это смерть вторая. А когда была первая смерть? Первая смерть, это смерть физическая, которой подвержены все люди. И верующие и неверующие умирают первой смертью физической. Но верующие воскрешают, и поэтому и всегда уже живут с Господом. А неверующие воскресают, чтобы быть осужденными и отправленными в ад. И вторая смерть, это уже не физическая, а это означает вечное мучение в аду, отделение от Бога и мучение в озере Огненном. Это смерть вторая. Я желаю вам, дорогие братья и сестры, друзья, чтобы вы все были с Господом. И чтобы вы были или готовы к встрече с ним лично вживую, или чтобы вы также были воскрешены в воскресении первым. Редактор субтитров А.Семкин